Вы хотите, чтобы ваш фитнес-тренер был действующим мастером спорта по всем видам спорта, чтобы он в прошлом был каким-то крутым спецназовцем, желательно, чтобы у него было медицинское образование. Также очень важно, чтобы ему было лет 90, но выглядел на 22, чтобы у него еще опыта работы было лет 40. Важно, чтобы он был не на стероидах, желательно, чтобы он был вегетарианцем, лучше сыроедом. И в погоне за разными такими мифическими параметрами вы неизбежно теряете нормальных специалистов. Привет, меня зовут Михаил, я персональный тренер, и в этом видео я расскажу тебе, как лучше всего выбирать персонального тренера для себя, если ты хочешь получить классный результат. Конечно же, я не беру внимания те случаи, когда ты выбираешь тренера просто так, для какого-то эстетического удовольствия, либо чтобы сказать друзьям и подружкам, что у тебя есть тренер, и вы с ним классно проводите время. В таком случае можно вообще не морочиться, достаточно просто выбрать самого улыбчивого, либо тот, который тебе приятен как человек. Так делают, кстати, очень часто какие-то политики, какие-то бизнесмены, какие-то очень такие статусные дамы. Конечно же, из года в год они не становятся лучше, они не худеют, не набирают мышцы, не получают, скажем так, фигуры своей мечты, но они ходят, они знают, что у них классный тренер и думают, что когда-нибудь что-то будет. Поэтому смотри это видео до конца, и ты будешь знать, по каким критериям лучше всего выбирать тренера, чтобы получить классный результат. Мне нет смысла что-то выдумывать, вешать вам лапшу на уши. Я не пытаюсь продать свои персоналки посредством этого ролика, как минимум потому, что 99,9% людей, которые его посмотрят, находятся не рядом со мной, где-то в другой стране, где-то за тысячи километров. Те, кто знает меня по ютубу, боятся приходить ко мне на персоналки, они лучше придут на какой-то мой онлайн-курс и там что-то купят. И первое, на что обращают внимание люди при выборе персонального тренера, это его личный спортивный результат. Мне нравится, как на этот счет выражался Турчинский. Он говорил так, приходишь в зал, найди самого большого накачанного парня и никогда к нему не подходи. Подойди лучше к тренеру, к специалисту и спроси у него, что делать. Все вроде бы логично, если ты сам себе не сделал, то ты не сделаешь никого. Если ты не имеешь никакой яркой трансформации, ты не похудел на 100 килограмм, конечно же, как ты можешь учить других людей худеть. Либо если ты сам не накачался, как ты можешь вообще рассказывать всем остальным, что ты можешь накачаться, и поэтому, что ты можешь кого-то накачать, извините. Допустим, есть два тренера. Один не был никогда жирным, а второй похудел на 40 килограмм. И кажется, что тот, который похудел на 40 килограмм, он лучше того, кто, в принципе, не был жирным никогда. Хотя это, на самом деле, огромное заблуждение. Ну, либо же один 80 килограмм, а второй 120. Тот, который 120, он лучше, потому что у него мышцы больше, и, соответственно, он тренер лучше. Но в том, что быть классным спортсменом и быть классным тренером – это две огромные разницы. Я постоянно с этим сталкиваюсь в своей работе, и многие вообще даже не обращают внимания, есть ли у человека тренерский опыт, есть ли у него какая-то квалификация тренерская. То есть он спортсмен, он там мастер-международник, если олимпийский чемпион, то вообще классно. И если он имеет высокую спортивную квалификацию, то он все знает, и может быть, соответственно, классным тренером. На самом же деле это далеко не так. И я очень часто в своей работе сталкивался с людьми, которые были мастерами, международниками. Это люди, которые приходят к таким, как я, и спрашивают, что ему делать. Потому что они прекрасно понимают, что тренер – это тренер, а спортсмен – это спортсмен. Если тренер какого-то крутого боксера мирового уровня может себе позволить иметь лишний вес, может себе позволить быть слишком худым и быть вообще далеким от хорошей физической формы, то в нашем деле такое не годится, поскольку отличие фитнес-тренинга от спорта высших достижений прежде всего в том, что фитнес-тренер обязан быть в хорошей физической форме, пускай и не в самой лучшей в мире, потому что его главная задача – это передать тот стиль жизни, при котором его подопечный будет в форме. Потому что в спорте высших достижений спорт – это его работа. Он думает только о своей работе, и вся его жизнь подстроена под спорт. Люди, которые приходят заниматься фитнесом, у них есть уже работа, которая не является спортом, у них куча дел, куча проблем, и нужно очень грамотно вклинить в их образ жизни фитнес-тренинг, правильное питание, так, чтобы ничего не поломалось и так, чтобы человек получал от этого больше плюсов, нежели минусов, и чтобы его жизнь стала более качественной. И, соответственно, если фитнес-тренер сам не в форме, как он может передать тебе этот стиль жизни? Следующий важный критерий, на который люди обращают внимание – это результаты клиентов-тренера. И часто такая картина, вот приходит человек новый и говорит, а покажите до и после ваших клиентов. Я ему говорю, окей, хорошо, а вы дадите мне свои до и после, когда вы получите классный результат? Он такой, нет. А почему? Ну, потому что ему кажется, что вот все оставят, а вот он, нет, вот он особенный. Очень часто людям кажется, что если ты фитнес-тренер, все, кто к тебе пришли, они обязательно сфоткались и любезно тебе предоставились до и после. На самом деле, очень непросто ломать человека, чтобы он дал результаты до и после в фотографиях, а еще и в трусах. А если он народный депутат, если он какой-то важный чиновник, если он какой-то бизнесмен, а вдруг соседей увидят, а подчиненные, а коллеги по работе и так далее, и так далее. Поэтому по факту очень сложно уломать человека, уговорить его, чтобы он оставил свои фотографии в трусах, либо в лифчике, в случае с женщинами. А чтобы ты мог это выставить у себя в Инстаграме, в Фейсбуке, на своем сайте, ну, я особо их не выпрашиваю. Конечно же, если ты, например, тренер по боксу, то ты можешь сказать, вот такое-то количество у меня мастеров спорта, такое-то количество у меня разрядников, за год, за два, за десять, пожалуйста, смотри статистику. И тут уже можно по объективным факторам оценить и понять, что это за тренер перед тобой и какие достижения его клиентов. Если у тренера есть большое количество отзывов до и после, конечно же, это очень круто, но тут есть свои нюансы. Если у него есть много таких фотографий, это значит, что он над этим очень сильно заморочился и буквально выжимал из каждого эти до и после. Ну и что касается отзывов, опять же, вам не покажут плохие отзывы. Бывает так, что вы заходите на страницу в инстаграм одного тренера и другого тренера, у этого много похудевших до и после, а у этого как-то не особо. И ты думаешь, так, у этого больше до и после, и там люди худели за месяц, там в среднем на 5-8-10 килограмм, значит, нужно у него брать. Но ты не знаешь, как он работает, потому что нередко те ребята, которые гонятся за большим количеством отзывов в нашей сфере, не хочу никого оскорблять, никого троллить, просто делюсь своими наблюдениями. Тренер просто заставляет много хардкорить и почти ничего не есть. Конечно же, человек, если у него зашкаливающая мотивация, он похудеет, он за месяц может похудеть на 10 килограмм, на 15, на 20. Конечно же, много ума не надо, чтобы заставить человека много пахать и почти ничего не есть. Будет много ярких кейсов, но никто не говорит о том, что будет потом. А потом эти люди очень часто сливаются, сдуваются, либо получают много травм. Но мы получили яркий до и после, выложили, а там уже будет, что будет. Очень часто после таких тренеров у людей проблемы с менисками, с гормональной системой, грыжи в позвоночнике, просто общая апатия, демотивация, но об этом никто не расскажет. Когда вы смотрите на другого тренера, который нормально работает, который парится за своих клиентов, который вкладывает в них душу, к нему пришел человек и он видит, что в принципе в этом месяце оптимально нам скинуть 5 килограмм. Учитывая возрастные нюансы, то, что у него достаточно тяжелый рабочий день, если человек будет заниматься постоянно, то неважно, получит он свою классную фигуру через 3 месяца, 4-5-6, либо через 2-3-4. Главное, чтобы он занимался, чтобы это нормально шло, чтобы его это заряжало, чтобы качество жизни ему повышалось, чтобы он был всегда заряжен в хорошем настроении. Но по фотографиям это не передать. То есть, ты можешь посмотреть, что у этого тренера за месяц скидывается в среднем по 10 килограмм, а у этого за месяц скидывается в среднем по 5 килограмм, да еще и не так много ярких отзывов, потому что он за ними в принципе не гонится. Но фотографии вам не покажут, что в первом случае он просто выжатый лимон с раздолбанной психикой и убитой гормоналкой, а во втором случае он заряжен позитивен, жизнерадостный и дается ему все это очень легко. Поэтому в погоне за яркими до и после очень часто побочным эффектом является травматизм. Ну и в целом те, кто работает по хардкорам, они показывают какие-то впечатляющие результаты на коротких временных дистанциях, но потом люди быстро ломаются, их накрывает демотивация, либо они получают травмы и так вот времени от случая до случая как-то пытаются худеть. Во втором случае люди, как правило, плавно получают результаты и все классно. Хотя бывают и другие нюансы. Бывает так, что получается и классный результат, то есть скинули за месяц 10-20 кг и все по здоровью замечательно, по самочувствию все прекрасно. Это тоже бывает, этого тоже не нужно бояться, поэтому если тренер показывает какие-то классные результаты на коротких временных дистанциях, это не значит, что он всех там калечит и выжимает из них последние соки. Очень важно любить свое дело. Если тренер не любит свою работу, то будь он хоть самым титулованным, самым образованным и самым опытным, лучше к нему не идти. На каждой тренировке буквально через одну-три персоналки можно что-то менять, что-то давать новое, потому что это будет эффективнее, потому что это будет лучше. То есть какие-то незначительные нюансы, какие-то незначительные изменения, на которые нужно обращать внимание. Тренер, который за тебя парится, который вкладывает душу в твой результат, он это, конечно же, заметит и даст тебе вовремя то, в чем ты нуждаешься. Профильное образование это достаточно важный критерий, на который стоит, конечно же, обратить внимание. И если ваш тренер имеет профильное спортивно-физкультурное образование, это очень круто. Это намного круче, чем если бы он имел какие-то яркие до и после, много кейсов, какой-то высокий лично спортивный результат. Ты можешь 10 лет смотреть ютуберные ролики, читать формы, но когда ты приходишь в Инфиз, ты доходишь до второго курса, открываешь методичку по ТМФВ, это теория методики физического воспитания, и ты понимаешь, что все, что ты видел по Ютубу, это просто ни о чем. Эта методичка, это просто кладезь знаний по сравнению с теми материалами, которые есть в интернете. Потому что то, что есть в интернете, это по большому счету сплетни, один у другого услышал, что-то там пересказал, кто-то брякнул, кто-то подхватил, и все новое, все новые какие-то тренды, которые выпрыгивают в Ютубе, какие-то новые супер методы тренинга, это все либо хорошо забытое, старое, либо какая-то очередная фигня, в которой через несколько лет все разочаруются. Поэтому если твой тренер имеет профильное спортивное физкультурное образование, это очень классно. Но, с другой стороны, если он его не имеет, то в принципе это не значит, что он не разбирается в своем деле. К сожалению, хорошим классным специалистам сложно зарабатывать в этой сфере. Нужно понимать специфику нашей отрасли. И чтобы быть фитнес-тренером, нужно, чтобы твои услуги хорошо продавались. А продается не то, что лучше, а продается то, что лучше продается. И чтобы эффективный тренер мог продавать свои услуги, так чтобы они хорошо продавались, чтобы он хорошо на этом зарабатывал, это бывает крайне редко. Тебе кажется, что если он классный специалист, то к нему там стоит очередь, и у него, конечно же, покупают. Да, конечно же, это не совсем так, потому что в большинстве случаев, если ты классный специалист, и ты можешь делать классные результаты, то пока ты наберешь какие-то большие обороты по сарафану, по сарафанному радио, пока там ты сделаешь какое-то количество человек, потом они расскажут своим друзьям, друзья друзей придут, и ты обрастешь этим большим комом постоянных клиентов, на это нужно очень много времени. Если ты, например, приходишь в какой-то фитнес-клуб, допустим, у них покупаешь себе рабочее место, да, ты у них покупаешь себе рабочее место, ты платишь какой-то небольшой взнос, они тебя цепляют на стенд, делают тебе визитки, фотографируют тебя в фирменной футболке, где ты улыбаешься с таким бейджиком, и люди, которые туда приходят, берут твои визиточки и смотрят, кто лучше улыбается, тех и, в общем-то, к теми обращаются. Если ты не продаешь какое-то количество персоналок в месяц, то, соответственно, тебе говорят, извини, мы возьмем другого. Те критерии, которыми руководствуются люди при выборе фитнес-тренера, ну, они не совсем совпадают с теми критериями, на которых на самом деле стоит обращать внимание. И прежде всего, я записываю этот ролик для того, чтобы побольше людей узнало, на что на самом деле стоит обращать внимание. Мне хотелось бы, чтобы побольше людей руководствовались объективными критериями в выборе фитнес-тренера и нормальные ребята, которые на самом деле классные специалисты, которые говорят своим делом, могли бы зарабатывать в этой сфере. И, как я сказал, уже продается не то, что лучше, а то, что лучше продается. И пока ты продаешь, фитнес-клуб тебя держит. То есть ты должен постоянно думать о том, чтобы продавать свои услуги, вместо того, чтобы профессионально расти. В эти клубы набирают, как правило, молодых людей, которые просто нормально выглядят и производят впечатление нормальных специалистов. Ну и, несмотря на это, конечно же, встречаются классные фитнес-тренеры, у которых нету профильного образования, но вы должны уметь их распознать. Ну и, конечно же, если вы провели первую персоналку и спрашиваете в конце тренировки, как вам нужно питаться, он говорит, ну, значит так, элькарнитин, протеин, ну и давай перечислять, что ты должен есть и пить. Если разговор начинается с этого, то тут уже звенит такой тревожный колокольчик. Кстати, нажмите там внизу на колокольчик и подпишитесь, если вы еще не подписались, чтобы ничего не пропустить, потому что 98% тех, кто меня смотрит, на меня не подписаны. В случае с тренером, если он начинает вас кормить пищевыми добавками, не разобравшись толком в питании, то это не есть хорошо. Что касается питания, то очень важно выстроить правильное питание при помощи нормальной еды. Потом уже спустя месяца, если на самом деле чего-то не хватает, можно подобрать нужные позиции по спортивному питанию и добавить то, что на самом деле необходимо в минимально необходимых дозировках. И, к сожалению, среди моих коллег бывает очень часто так, что они о еде знают буквально чуть-чуть, куриная грудка, брокколи, гречка и, в принципе, все. А при этом они знают пару сотен наименований спортивного питания. Нужно понимать, что спортивные пищевые добавки это добавки, это не основная еда. Это очень круто, что есть самые разнообразные пищевые добавки для спортсменов, по сути, на любой вкус и цвет. И, в принципе, очень большое количество позиций ты можешь получать из этого. Но, как можно больше всего полезного и нужного ты должен получать из нормальной еды. и если в силу каких-то причин тебе чего-то не хватает, то это можно получать из добавок. Часто бывает так, что ты научился питаться правильно, нормальной едой и, в принципе, тебе вообще ничего не нужно добавлять. Ну, если человек очень много работает, переносит большое количество стрессов, стремится к каким-то более высоким результатам, там уже можно посмотреть, чего ему не хватает, что ему добавить, чтобы он лучше спал, быстрее восстанавливался. Возможно, ты хотел пять каких-то супер-пупер-советов, которые помогут тебе гарантированно выбрать самого классного специалиста вот так вот по щелчку пальца, но на самом деле такого не бывает. И если бы я сейчас вам за две минуточки быстро все это отстрелял, так сказать, всю суть, всю соль, всю выжимку, ты бы ничего не понял. Ты бы не понял самого главного. У тебя, может быть, была бы какая-то псевдоуверенность относительно того, что вот теперь точно ты знаешь, что нужно делать. Но когда дошло бы до дела, ты получил бы неудачу, неудачу, еще раз неудачу. Да, и, кстати, после просмотра этого ролика вроде бы как все понятно. Мы рассмотрели ряд критериев и думаешь, вот, сейчас я пойду в фитнес-клуб и точно себе выберу классного специалиста либо там полистаю на каких-то интернет-площадках в инстаграме и точно выберу классного специалиста. Ну, я тебя разочарую, если ты выберешь классного тренера с первого раза, это реально удача, это очень круто. Если вы когда-либо выбирали себе кого угодно, строителей, каких-то работников, каких-то теток, которые убирали у вас дома, там, не знаю, няню, секретаршу, то вы припоминаете, что с первого раза, наверное, это не получалось сделать. И здесь все примерно так же. Вот я вспоминаю себя, я поменял две секретарши, и первая, вторая мне не подошла. Я выбирал себе личного помощника, получилось выбрать только с третьего раза. Я выбирал себе строителей, получилось тоже находить людей на разные специальности примерно с четвертого раза. Поэтому, чтобы иметь успех при выборе персонального тренера, нужно учесть эти нюансы, хорошо разбираться в людях и иметь определенный опыт общения с такого рода контингентом. Все то, что я тебе рассказал, все эти проверочные мероприятия, все эти сомнения, которые у тебя есть по поводу того или этого специалиста, у тебя должны пройти до первой тренировки. Путь к цели, путь к фигуре твоей мечты, он может длиться там три месяца, он может длиться полгода, он может длиться год и может длиться дольше. Если ты засомневался, и ты ему это показываешь, ему это неприятно, и конечно же, он не будет ради тебя выворачиваться наизнанку, вкладывать душу, а ты, соответственно, сомневаясь в нем, уже не будешь с таким большим энтузиазмом выполнять все его инструкции. И поэтому получится, что все твои сомнения, к сожалению, подтвердятся, потому что ему будет на тебя пофиг, а тебе будет пофиг на него, вы отходите какое-то количество персоналок, и ничего хорошего из этого не получится. Ну и вообще, если это нормальный, уважающий себя специалист, он просто скажет тебе либо в самом начале, слушай, извини, там я с тобой работать не буду, либо на каком-то этапе скажет, извини, найди себе, пожалуйста, кого-то другого. Поэтому помни, что не только тренер должен соответствовать тебе, а еще и ты должен соответствовать тренеру. Если тебе понравилось это видео, ты считаешь его полезным, ты можешь сделать такой жест, подписаться, нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Также можно написать что-то приятное в комментариях, я очень люблю читать приятные комментарии. Также ты можешь задать свои вопросы в комментариях, я на них стараюсь отвечать и предлагать темы будущих видосов. На этом, пожалуй, я буду закругляться. Я желаю вам найти классного фитнес-тренера с первой попытки и как можно раньше получить фигуру своей мечты. Спасибо. 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 .